Когда я слышу о Бельгии, всплывают такие ассоциации, как шоколад и штаб-квартира НАТО. Сегодня мы узнаем, с чем ассоциируется наша сторона у бельгийца, который больше 20 лет назад приехал в Россию. У нас в студии директор Христианского фонда «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Жан-Франсуа, здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что, скорее всего, вы уже много раз отвечали на этот вопрос. И все-таки телезрители меня не поймут, если я не спрошу, что вас так привлекло в Россию. Вы приехали почти больше 20 лет назад. Это период, этот россияне называют суровые 90-е. Да, я действительно приехал в 91-м году. Я, честно, не знал, куда я езжу. Мне нашли стажировку в Новосибирске. И я поехал на один год в Новосибирске. Я действительно не знал, потому что мы тогда почти ничего не знали о России. И для меня все было открытие. И суровый действительно 91-й год, потому что мы знаем, да, очередь за молоко, за хлеба и так далее. Но то, что меня больше всего поразило, это на самом деле люди. Я влюбился в Россию, наверное, через людей, с которыми я встретился. Я видел вот такая широкая душа. У них тоже ничего не было. И то, что у них ничего не было, они готовы еще и с тобой поделиться просто. И я чувствовал такой просто поддержку, которой у нас просто нет на Западе. Потому что есть все-таки индивидуализм гораздо больше, где каждый живет для себя, есть свой мир, куда тебя не пропускают. А здесь наоборот. Я видел люди открытые, с широкой душой. А вот прежде, чем встретиться с людьми, чем заинтересовала все-таки наша сторона вас? Вот. Я стал заниматься русским языком, потому что я переводчик с русского и с английского, совершенно случайно, честно. Это мой преподаватель в школе, он сказал, я хотел заниматься испанским языком. То есть для меня был важный язык, что я понимаю, что невозможно знать другого, если ты не разговариваешь на его язык. Не будет контакта. Поэтому я хотел заниматься языками, я думал, испанский язык. И один мой преподаватель сказал, а почему испанский? Давай русский язык. Кто знает, может быть, Россия когда-нибудь откроется. И так получилось, что именно когда я закончил университет, именно тогда, в 1991 году, стала возможность для меня приехать. Специалисты говорят, что русская культура, она неразрывно связана с религией, с православием. Вот так вот появились ваши проекты, в том числе Покровские ворота? Или к вере вы пришли раньше, может быть? Вот именно так вот, это очень интересно. Именно когда я был в Новосибирске, я как бы углубил свою веру там именно. Потому что когда ничего нету, нужно понимать, ради чего ты живешь. Многие люди оттуда хотели уехать. Это меня, ну, покоробили немножко, да. Почему люди не любили тогда жить в Новосибирске? Хотели убежать там, то ли в алкоголь, то ли вообще за рубежом. И я думаю, ну, это же невозможно. Если мы здесь, мы вообще должны жить, где мы находимся. И это был важный путь в моей личной вере. О том, что любое обстоятельство нам дано, чтобы понимать ее смысл. И это я благодарен вот именно этому году и людям, с которыми я тогда встретился, чтобы я это понял там именно. И после этого я действительно хотел остаться, возвращаться. И уже в 93-м году я смог приехать обратно в Москву. Мне предлагали заниматься очень интересным проектом, именно связанным с крестьянством. Это было издательство, которое дальше рос и стало сейчас культурным центром в Москве. Ну, считаю, достаточно успешным культурным центром. Именно на стыке религий, православия и католичества. И вот, кстати, как раз, когда я готовилась к интервью, я нигде не смогла найти информацию о том, к какой церкви вы себе относите. Это православие или католичество? Наверное, не случайно. Но вот нашла такую интересную фразу, я зачитаю. В России часто говорят, мы христиане, они католики. У нас на Западе мы христиане, они православные. Лет до 20 я и сам так думала. А сейчас как думаете? Да, я отношусь к католикам, я католик на самом деле, но я очень благодарен своей встрече с православием. Потому что тот факт, тот способ, как я переживал свою веру, она очень... Ну, это латинская вера, в смысле католическая на Западе, где все определено, все понятно. Когда я хожу на свои места, я уже знаю ответы, я понимаю с полю слов Евангелия. И я понял, что исчезает из поля моей веры отношение с тайной, то есть с церковью как с тайной. И знакомство с православием мне помогло возвращать именно измерение тайны в моей жизни. Потому что когда ты идешь на литургию, вот, ну, богатство, убранство, литургия, где не все понятно тоже. И для меня каждый раз это новые понимания. Самый иконостаз, где все происходит за иконостазом, поэтому тоже, ну, мне очень сильно помогло возвращать вот понимание вот тайны в моей жизни. То есть можно быть католиком и при этом, да, считать себя любить православным. Да, конечно, без сомнения. И здесь я еще больше видел, что мы, католики православные, разделяем больше всего в нашей истории. Несколько дней тому назад состояла встреча Папы с патриархом, и они именно об этом говорили. Мы разделяем 10 веков истории, это именно те 10 веков, когда сформировалось все богословие, крестьянство. Поэтому все это мы разделяем. Вот вы как раз заговорили о встрече на Кубе. Я читала то, что вы входили в состав рабочей группы при прежнем патриархе Алексии II и кардинале Вальтера и Каспере. Вот, как вы думаете, почему сейчас состоялась опять встреча? И почему, например, что это может дать сейчас миру? Ну, прежде всего, действительно, очень важно, что встреча состоялась. Это показывает, что независимо от разногласий, которые существуют между людьми, между странами, и политически, экономически, неважно, идеологическими разногласиями, надо встретиться. Вот, я думаю, что здесь Папа и патриарх, они дают всему миру важный урок, что давайте встречаемся, обсуждаем эти проблемы. То есть желание единства, но желание единства, по крайней мере, да, должен быть выше, чем наши разногласия. Поэтому, особенно в таком мире, где мы сейчас живем, но с сложными процессами по всему миру, они дают, мне кажется, ну, действительно, всем нам и простым гражданинам. Потому что вопрос единства – это не вопрос только между странами, это вопрос в нашей семье, да, у кого нет проблем с братом, с родителями. Поэтому, когда они встречаются, они нам говорят, давайте, встречайтесь, говорите, рассказывайте о вопросах. И очень большой для меня урок просто. Нет, тем более, что мы все живем на одной планете Земля, мне кажется, и должны сохранить этот мир. А поподробнее еще хочется услышать о вашем как раз центре Покровские ворота. Чем он занимается сейчас? Да, это площадка диалога между христианами, между православием и католичеством, и между церковью и обществом. Мы стараемся предоставить нашу площадку для разных благотворительных фондов и для разных организаций, которые работают с мараимущими, с сиротами. Чтобы им дать возможность рассказать. У нас очень хорошие квадратные фондов, поэтому очень приятно привести в стенах нашего центра разные встречи. Поэтому мы с удовольствием даем эти площадки интересным людям, чтобы они могли рассказать о своей работе. Что касается той же работы, я знаю, что вы работали в Новосибирске со студентами, вообще очень много работали со студентами и встречались недавно буквально с нашими студентами. О чем шла речь? Вообще, я очень люблю встретиться со студентами, потому что можно чувствовать, чем живет будущее общество. Сегодня утром вопросы были совсем о разном. И о моей жизни, в основном, как я вижу взаимоотношения между Европой и Россией. Что такое, зачем нужен диалог сегодня? Это видно, что это вопросы, которые, наверное, волнуют студентов. Меня очень поразило, во-первых, что они замечательно по-французски говорят. Мы так немножко перекликались, это было очень симпатично, мне кажется. И я им дам, можно сказать, одно напутствие, чтобы они были любопытными. Судя по тому, что вы перебрались в такие экстремальные условия 20 лет назад, любопытство – это как раз ваш девиз. Наверное, да, действительно. Еще я читала интересную историю, что в Новосибирске одна из студенток спросила, не хотели ли вы жениться на девушке из Новосибирска. Вот если у вас на встрече спросят, не хотите ли вы жениться на девушке из Чебоксар, что ответить? У вас очень красивые девушки в Чебоксаре, это без сомнения. Но мой путь в жизни немножко другой сейчас, поэтому я думаю, что именно тот путь, который я выбрал, позволять со всеми дружиться, не обязательно наложивая какие-то отношения с одной девушкой. И сейчас тоже хотелось бы выполнить обещание, которое я дала телезрителям в самом начале. Хотелось бы вас спросить, с чем спустя столько лет у вас ассоциируется наша страна? Я не знаю, если я отвечу на ваш вопрос, но то, что мне кажется, важно сегодня для России, для России, это развивать, если это может быть отрицательно, вы простите, потом решайте, что делать, вы можете ревнуть, если хотите. То, что для меня важно сегодня в России, то, что мне кажется, мне очень не хватает, это понятие о том, использование свободы, своей свободы с ответственностью. Свобода и ответственность – это две вещи, которые идут вместе. Часто мы боимся, может быть, использовать, быть свободной, да, и мы лучше полагаем, кто-то нам скажет, как мы должны себя вести. А свобода – это самый большой дар, который любой человек получил, но проблема – он должен быть с ответственностью, да, он должен состояться одновременно, то есть, значит, что моя свобода мне дана для блага нашей страны, для блага то место, в котором я живу. Мне очень хотелось бы, чтобы это развивалось больше здесь, в России. Спасибо большое за интересную беседу. Я напоминаю, мы говорили с директором фонда «Покровские ворота» бельгийцем Жаном Франсуа Терри. До свидания.